Гонщики Формулы-1 поспорят сегодня за лучшие места на старте воскресного Гран-при России. На трассе в Сочи пройдет квалификация, а прямо сейчас подходит к концу последняя тренировка. Затем, как пилоты, ищут способ пройти круг. Как можно быстрее наблюдает наш специальный корреспондент Александр Абрамов. Он сейчас с нами на прямой связи. Александр, здравствуйте. Что можно сказать о фаворитах этого Гран-при и как со своей работой справляется Сергей Сироткин? Да, добрый день, Екатерина. Действительно, прямо сейчас приходится вновь перекрикивать, заглушать характерные для Формулы-1 звуки. Прямо сейчас на Сочи-автодроме проходит заключительная третья сессия свободных заездов, третья тренировка. И совсем скоро в 15 часов по Сочинскому, оно же московское время, начнется уже квалификация Гран-при России. Сегодня второй день. И прямо сейчас многие из тех болельщиков, кто пришли в Олимпийский парк, уже заняли места на трибунах, смотрят за тренировкой. Но большинство, конечно, проводят с удовольствием время вокруг главной трибуны, вокруг трибуны имени Сергея Сироткина, имени Даниила Квята. Здесь обширная развлекательная программа и любители Формулы-1 со всей России, конечно, приехали сюда в Сочи и наслаждаются викендом Гран-при России. Ну а главная новость сегодняшнего дня, сегодняшнего утра, пришла из команды Тора Росса. Российский пилот Даниил Квят возвращается в Формула-1, он подписал контракт со следующего сезона. Даниил Квят вновь будет выступать за команду Тора Росса. Я напомню, что именно из этой команды в 2017 году Даниил Квят временно уходил из Формулы-1 в качестве боевого пилота. И вот примерно год он провел в качестве пилота по развитию в команде Феррари, работал в основном на тренажерах. И вот за этот год все-таки боссы Тора Росса и Рэдбула решили на Даниила Квят вновь обратить внимание, вновь они позвали его к себе в команду. Так что со следующего сезона Даниила Квята мы на Гран-при России в том числе вновь увидим. Это, конечно, положительная новость для всех болельщиков автоспорта. Ну а что касается Сергея Сироткина, то в этом году он единственный российский пилот Формулы-1, выступает за команду «Вильямс». Накануне Сергей Сироткин принял участие в двух тренировочных заездах. Давайте говорить откровенно, болит в этом сезоне у Сергея Сироткина нестабильно. И Сергей Сироткин в этом году всего один раз набрал очки. И самое главное для него это то, что практически на всех Гран-при в этом сезоне он финишировал выше своего партнера по команде. Так что в своей команде «Вильямс» конечно наш пилот на хорошем счету. Ну и вот накануне Сергей Сироткин как раз говорил о том, что на Гран-при России, наверное, первоочередная задача – это попытаться побороться за очки и вновь попасть в десятку. Давайте послушаем нашего пилота. Надежда и цели, наверное, немного выше, чем реально те позиции, за которые мы будем бороться. Сегодня, в принципе, все было неплохо. В принципе, так скажем, потенциал для прогресса есть. Вопрос, какая будет завтра погода и насколько мы это сможем использовать. В принципе, я думаю, что наша цель – это, безусловно, выйти из первого сегмента квалификации. Ну и быть в такой позиции в гонке, где при хорошем старте и хорошей тактике мы хоть как-то могли бы зацепиться за борьбу за очки. Ну и возвращаясь к теме Сергея Сироткина и Данила Квята, пока еще рано говорить о том, что со следующего сезона у нас будет два пилота. Все-таки, если Данил Квята уже подписал контракт, то останется ли Сергей Сироткин в Вильямсе на 19-й год, пока это еще неизвестно. Ждем начала квалификации, Екатерина. Александр, спасибо. На прямой связи Сочи был наш специальный корреспондент Александр Абрамов.